Продолжение следует... Уважаемый господин Дайбинго, уважаемые китайские друзья, мы рады вас приветствовать в очередной раз в Министерстве иностранных дел и ценим, что вы, соблюдая установившуюся практику и всегда, когда посещается Российскую Федерацию, проводите встречу в нашем городе. Продолжение следует... В России и Китае в рамках нашей внешнеполитической координации есть очень надежные критерии, о которых мы уделяем все свои шаги. Эти критерии заключаются в необходимости строго соблюдать нормы международного права, принципы, которые заложены в устали ООН и не допускать их нарушений. Так что эти критерии мы применяем в самых разных ситуациях и думаю, что это единственный верный путь в современном государстве. Спасибо вам огромное, господин министр, за весьма четкие слова. Мне очень приятно еще раз посетить Москву и провести здесь китайскую и российскую консультацию по стратегической безопасности. Действительно, вчера целый день с утра до вечера мы напряженно работали с российскими коллегами. Отмечаю особенно, что ранним утром, в отличие от своей привычки, уважаемый президент Путин нас принял. И там мы со мной и моими коллегами провели весьма джоблую, дружественную и весьма важную встречу. После этого мы с коллегой сектором нацбезопасности, господин Патрушев, в течение длительного времени провел обстоятельные обменения. Фактически по всем вопросам предстоит взаимный интерес. А до объезда в Россию я сказал коллегам, что во время визита я обязательно должен нанести визит Лавровым. А что же яйца, 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 яйца. Потому что в других качествах любых ваших молодых должностей будут всегда распросты.